Федор Васильевич Дубасов – русский военно-морской и государственный деятель, генерал-адъютант, адмирал из дворянского рода Дубасовых. На посту московского генерал-губернатора руководил подавлением декабрьского вооруженного восстания. Биография. По окончании морского корпуса, Федор Васильевич был произведен в чинг корабельного гардемарина. В возрасте 18 лет совершил первое кругосветное путешествие на корвете «Богаты». В 1870 году окончил морскую академию с производством в лейтенанты службы во флоте. В 1877 году при начале войны с Турцией ему было вверено командование минным катером «Цесаревич». 14 мая 1877 года капитан-лейтенант Дубасов и лейтенант А.П. Шестаков с несколькими мичманами и матросами на четырех минных катерах атаковали турецкие броненосцы. Взорвали и потопили турецкий однобашенный броненосный монитор «Сейфи». Дубасов, Мичман и Персин и Баль подплыли на трех катерах. К затонувшему броненосцу и сняли с него флаг Дубасов и Шестаков первыми в ту кампанию были награждены орденом С.В. Георгия 4 степени. Дубасов был зачислен в цвету его величества флигеля дьютантом. В 1879 году Дубасов был назначен командиром отряда мелких судов с поручением устроить минные заграждения на реках Дуна и Сириоти. За успешное выполнение задания был награжден орденом С.В. Владимира 4 степени с мечами и золотым оружием. Вскоре по окончании русско-турецкой войны капитан-лейтенант Дубасов выступал обвинителем на судебном процессе по делу о крушении у берегов Крыма, яхты «Ливадия». В своей речи он предъявил обвинение в гибели судна командованию флотом, проявившему при попытках спасти яхту полную неорганизованность. Выступление Дубасова приобрело общественную огласку, а он сам был переведен на Балтийский флот. Командовал отрядом миноносок, а в 1883-1885 годах крейсером «Африка». Через два года был произведен в капитаны первого ранга и назначен командиром корабля «Светлана». С 1 января 1889 года командовал броненосным фрегатом Владимир Мономах, сопровождал цесаревича Николая в его путешествии на Дальний Восток. Дубасову принадлежат известные теоретические труды в области военно-морского дела. Его лекция о миноносной войне почти сразу была переиздана военными ведомствами Англии и Франции. 1891 год. Командир броненосца Петр Великий. 6 мая и 2 июля 1891 года императорскими указами Федору Васильевичу разрешено принять и носить сиамский орден белого слона третьей степени и японский орден восходящего солнца второй степени со звездой. 1893 год. Контрадмирал. 1892-1897 год. Морской агент при российском посольстве в Берлине состоял пожизненным членом в Берлинском православном свято-князь Владимирском братстве. Будучи с 1893 по 1897 годы председателем ревизионной комиссии «Братство» 1897-1899 год, командующий Тихоокеанской эскадрой, под его командованием в декабре 1897 года эскадра вошла в порт Артур. Хотя сам Дубасов был противником устройства базы Тихоокеанского флота в этом порту, предпочитая ему бухту Мазампа, из приказа по морскому ведомству 6 декабря 1898 года награжден орденом свято-янной первой степени. 15 марта 1899 года произведен в чиновице-адмирала и утвержден в должности начальника эскадры. 6 декабря того же года назначен старшим флагманом 1-й флотской дивизии «Государственная служба». 1 января 1901 года 8 августа 1905 года Председатель морского технического комитета В 1904-1905 годах был членом Международной комиссии, созданной для расследования Гульского инцидента. Высказал особое мнение, что в числе пароходов, по которым стрелял адмирал Рожественский, был и японский миноносец, успевший скрыться. За успешное разрешение дела 14 марта 1905 года он был зачислен в свиту Его Величества генерал-адъютантом. В 1905 году командирован для подавления крестьянских волнений в Черниговскую, Полтавскую и Курскую губернии. В Курской губернии распространило объявление, в котором говорилось, «Если сельские общества или хотя немногие из их членов позволят себе произвести беспорядки, то все жилища такого общества и все его имущество будут по приказу моему уничтожены». 24 ноября 1905 года Назначен московским генерал-губернатором Руководил подавлением декабрьского вооруженного восстания в Москве. 7 декабря 1905 года объявил Москву и московскую губернию в положении чрезвычайной охраны и суровыми методами положил конец беспорядкам. Полиция сумела предупредить два покушения на адмирала, но 23 апреля 1906 года в 12 часов дня, по окончании праздничного богослужения в Большом Успенском соборе, в коляску Дубасова социалист-революционер Борис Внаровский бросил бомбу. Адъютант Дубасова граф С.Н. Коновницын был убит, кучер ранен, а самому адмиралу раздробило ступню левой ноги. В июле 1906 Дубасов уволен от должности московского генерал-губернатора и назначен членом Государственного совета. 2 декабря 1906 года в годовщину московского восстания Федор Васильевич прогуливался по Таврическому саду в Петербурге, когда П. Воробьев и В. Березин члены летучего террористического отряда эсеров произвели по нему 13 выстрелов, а еще двое боевиков бросили бомбу. Начиненную мелкими гвоздями адмирал был глушан и слегка ранен, но остался жив. Обратился к царю с просьбой о помиловании покушавшихся, приговоренных к смертной казни. 1905-1907 год. Член Совета Государственной обороны. 6 декабря 1906 года произведен в чин адмирала. В 1908 году Федор Васильевич Дубасову был пожалован орден святого Александра Невского. Последние годы жизни. В последние годы жизни адмирал тяжело болел, сказывались ранения. Последним его большим делом было активное участие в строительстве храма Спаса на водах в Санкт-Петербурге и в память моряков. Погибших в Порт-Артуре и прицу семье Федор Васильевич Дубасов умер в 1912 году. Похороны состоялись 21 июня 1912 года, в день его рождения, в Александро-Невской лавре. Николай II и члены царской фамилии лично выразили вдове почившего соболезнование. Семья, супруга Александры Сергеевны Сипягина, сестра министра внутренних дел ДС Сипягина, после революции эмигрировала в Берлин, где в 1922-1924 годах занимала должность причидательницы свято-князь Владимирского братства, дети, Дарья, замужем за Никитой Алексеевичем Татищевым. Олег, с 1917 года женат на фрейлине графине Марии Александровне Голенищевой-Кутузовой, дочери Аев Безобразова.